Привет, вы смотрите канал AlanPlaysGames. Меня зовут Лена, это продолжение прохождения игры Гритфолл. И прежде чем отправляться на остров Тирфроди, мне необходимо выполнить все задания в портовом городе Сирена. Первое задание, которое я буду делать, это поговорить с квартирмейстером Казаром. Это задание Курта, нашего компаньона. Нужно попасть вот сюда, это рядом. Пойдем разговаривать. Что это я такое сделала? Пробелы меня вызывают в стойку. Буду знать. Говорим. Госпожа Десарде, как я понимаю, большая честь познакомиться с вами. Капитан, вам скоро отчаливать. Вы не забыли о моем поручении? Да, нам наконец-то удалось получить ваш груз. Это прекрасная новость, но у меня есть для тебя еще одно задание, Курт. Черт побери, я же капитан, а не мальчик на побегушках. Генерал отдал приказ. Хорошо. И что от меня требуется? Товар нужно как можно скорее переправить на Тирфради. Но официальное оформление груза займет целую вечность. Мы и так уже потеряли много времени из-за этого нечестного торговца. Вы хотите, чтобы мы занялись контрабандой? Я бы не осмелился просить вас об этом, миледи. Да, но зато, Курта, вы спокойно просите. Ну что ж, если он найдет более законный способ, я буду только рад. Главное, добиться цели. Но груз должен попасть на остров с ближайшим кораблем. Чудесно. Что ж, с нетерпением жду вашего возвращения. Уверен, у вас все получится. Итак, мы должны найти способ доставить груз на Тирфради. Ну, а для этого сначала его нужно каким-то образом, чтобы он попал на корабль. Будем искать способ. Дальше мы пойдем делать что? А, вот нам еще надо будет найти пропавшего нафта. И мы должны еще сообщить послам мостового альянса и Телемы. И также еще выяснить, где Константин. Так. Чтобы карта нам показала, куда идти, нужно выйти из помещения. Так, ну, давайте поговорим, значит, тогда с послами. Тут у нас прямо по курсу кто. Это мостовой альянс. Ага. Мостовой альянс это содружество государств, которые в первую очередь опираются на научный прогресс. Ваше сиятельство, госпожа Десарде. Слышал, вас назначили посланицей. Мои поздравления. На людей вашего возраста редко возлагают такую ответственность. Но, впрочем, уверен, вы не подведете свою семью и содружество. Благодарю, ваше сиятельство. Я хотела сообщить, что сегодня мы отплываем на Тирфради. Моего кузена Константина назначили наместником новой сирены нашей колонии, а я буду помогать ему. Правда? Не думал, что вы так скоро уедете. Какая досада. Мне казалось... Что ж, очень жаль. Желаю вам счастливого пути и успехов на службе. Говорят, этот остров прекрасен. Пожалуйста, передайте своему кузену, что я от всей души его поздравляю с назначением и желаю ему удачи. Мне кажется, вас что-то тревожит. Пожалуйста, расскажите мне, что случилось. В сирене недавно объявился шарлатан. Он выдает себя за алхимика. Неужели люди ему верят? Увы, да. Его панацею покупают на расхват. Только это снадобье не лечит, а калечит. Как вы знаете, алхимики – наша гордость. А этот мошенник бросает тень на них, а заодно и на весь альянс. В любом нашем городе его бы арестовали, но здесь действуют ваши законы. Я попробую разобраться, но ничего обещать не буду. Мне скоро уезжать. Я благодарю вас, ваше сиерельство. И рад видеть, что вы уже прекрасно выполняете свои новые дипломатические обязанности. Этот человек развернул торговлю в центре. Говорят, он хитер и коварен. Будьте осторожны. Тут еще можно с ним поговорить об отношениях с торговым содружеством, с мостовым альянсом, об острове, об отношениях с Телемой. Разговоров очень много, но нам нужно идти. До свидания, ваша светлость. До встречи, госпожа Десарде. Вкратце эти взаимоотношения описываются так, что торговое содружество, членом которого является наша главная героиня, поддерживает нейтральное взаимоотношение в войне, которое ведет мостовой альянс с Телемой. Является посредником между ними и, в общем, лавирует между интересами их обоих. Мостовой альянс за научный прогресс, а Телема в первую очередь за религию и насаждение своей религии всем, кого они встречают на своем пути. Что у нас тут? Золотые монеты, зелье ловкости, боеприпасы и какая-то драконовая кровь. А нам нужно добежать до шарлатана. Смотрим, где это. Прямо туда, вперед. Хорошо. Подходите, жители сирены, все сюда, такого вы еще не видели. Горожане, перед вами панацея, лекарство от всех болезней. Зубная боль, несварение желудка, открытая рана. Это зелье излечит все. И не только от этого. В одном флакончике результат многолетних исследований и трудов. Кто-то из вас спрашивал, помогает ли это средство при Малекоре. Увы, пока нет. Но ваш вопрос понятен. И совсем скоро я найду лекарство. Тем не менее, Малекор не единственная болезнь, которой вы боитесь, верно? Не упустите возможность начать новую жизнь с новыми силами. Поторопитесь. Всего несколько монет за флакон, и к вам вернется здоровье. А оно точно лечит все, это ваше зелье? Да, абсолютно все. Ну, кроме Малекора, разумеется. Но, должен сказать, люди с крепким здоровьем меньше подвержены Малекору. Не упустите свой шанс. Подумайте, какой счастливой станет ваша жизнь без боли. И правда, была не была. Я возьму две. Вот человек, который не упустит свои выгоды. Поспешите, на всех не хватит. Это он, тот, кто нам нужен. Речь у него отшлифована до блеска. Самой захотелось что-нибудь купить. Давай-ка с ним поговорим, интересно, будет ли он врать и нам. А, так что, решили купить зелье? Честно говоря, я все еще в раздумьях. Хотелось бы убедиться, что вы не шарлатан. Такое время никому нельзя доверять. Как я могу убедить вас? Просите побочных эффектов. У вашего лекарства есть негативные побочные эффекты? Ни одного. Вы почувствуете только прилив сил. Что, он какой-то энергетик-наркотик толкает? Демонстрацию хотим. А вы могли бы выпить это зелье, чтобы доказать его безопасность? Да-да-да. Конечно, я делаю по маленькому глотку каждое утро. Правда, у меня идеальное здоровье, поэтому вы и не увидите никаких изменений в моем состоянии. Но если это вам поможет... Дайте-ка мне одну минутку. И никакой анимации? Вот так, как видите, я по-прежнему здоров. Почему нет никакой анимации? Что это такое? Погодите, вы же вынули этот пузырек из кармана. Нет никаких доказательств, что вы продаете такое же зелье. Как человек науки, я считаю скептицизм замечательным качеством. Но в вашем случае это скорее слепота. Нам нужно украсть одно из его зелья. Пусть он его выпьет. Брестящая идея, Курт. Давай-ка осмотрим его по воску. Да, язык у этого шарлатана подвешен как надо. А повозка у нас где-то еще впереди. Пойдем смотреть. Что тут такое валяется? Дохлая ворона. От чего она сдохла? Уж не напилась ли она тут зелья? Так. Злодеи. Один. Что не нам хорошего? Золотые монеты и все. Так, что тут? Научный журнал «Алхимика». Страницы, списанные мелким неразборчивым почерком. На них описаны результаты опытов и осмотра пациентов. Встречаются непонятные символы. Сложность некоторых рецептов не оставляет сомнения. Автор этих записей был очень хорошим алхимиком. Так, тут. Панацея шарлатана. Да, взяли. Здесь. Письмо от рактерщика. Этот странный алхимик из альянса, который снял комнату наверху, просит не заходить к нему и не делать уборку. Наверное, старый дурак боится, что ты разобьешь его склянки. Пусть сидит в грязи, если хочет. Не будем ему мешать. Письмо к некой Луизе. Луиза уборщица в трактире. А здесь что? Сундучок. Хорошо, что не на замке. Монеты. И какая-то поношенная треуголка. Нет ли чего интересного? Может, что-нибудь уже полутали хорошее? У нас шпаги. Надо смотреть у курта. Не лучше ли что-нибудь? Так, вот это маякует, что лучше. Но здесь нет пробивания. Броне. Тяжелый боевой молот. Нет. Он уступает. По-прежнему курт пусть носит это. А здесь что? Толстые перчатки кузнеца дают плюс один к ремеслу. Хорошо. А, но у нас эти ювелиры такие же. 24-18 броня. Нет, не лучше. Сапожки. Тоже нет. И что у нас еще? Поношенная треуголка. 16. А что у нас? 18. Лучше. Ничего пока интересного не найдено нами. Идем разоблачать шарлатана. Нечего тут объегуривать мирных жителей. Вы наконец-то приняли решение? Показать флакон с лекарством. Да. У меня есть при себе пузырек с вашим лекарством. Готова выпить его у нас на глазах, чтобы развеять наши сомнения? Вы испытываете мое терпение. Наверное, вас нанял мой конкурент. Так вы отказываетесь? Вы могли добавить в него какую-нибудь отраву, чтобы меня опозорить? Нет же. Посмотрите. Пузырек запечатан. Я взяла его из ваших же запасов. И вы мне угрожаете после того, как признались в воровстве. Ну, вы же видите. Я возвращаю вам флакон, чтобы вы выпили его в присутствии свидетелей. Это поможет рассеять сомнения и успокоить ваших храбрых покупателей. Да, нет, я... Да вы не имеете права. Проклятие, он сбежал. Он не мог уйти далеко. Скорее за ним, пока его не четвертовали. Помнишь записку? Нам нужно заглянуть. В таверну. Он не сбежит из города без своих пожитков. Как он улезнул под носом? Нелепо так. Ладно. Идем искать. А вы тут чего столпились? А, это эти, которые теперь жаждут его. Они все вон болеют. Видимо, напились его этого снадобия. И теперь готовы его четвертовать. И правильно, нечего. Так. Идем на второй этаж. Сбежать хотел. Не выйдет. Опять вы? Что вы тут делаете? Не только я нашла вас. Вы видели толпу, что собирается на улице? Я не глухой и не слепой. Ах, надо было мне уезжать из города, пока еще было время. Посол Альянса недоволен вашей деятельностью. Он попросил поговорить меня с вами. Сахин? Опять он. Он разрушил мою карьеру, но не успокоился. Это из-за него мне пришлось покинуть Альянс. Теперь вот прикидываюсь зельеваром. А ведь когда-то я был уважаемым членом Академии Аль-Сада. Доктор Сахин сказал, что вы самозванец. Ну так он еще и не такой обо мне скажет. Я был магистром алхимии. Я понимаю, что вы мне уже вряд ли поверите, но у меня есть документы, чтобы доказать это. Все было хорошо, пока Сахин не сделал своей целью опозорить меня. И почему Сахин вас так ненавидит? Я осмеливался возражать некоторым великим умам Академии и критиковать их методы. Я видел, как они мучают больных, заключенных, заставляют их пить сильные яды. Они убивали людей, чтобы найти лекарства, а от Маликора. Я не мог молчать. Так вы впали в немилость у Сахина только потому, что поступали по совести? А вам не стыдно травить этих бедняк? Мои зелья не ядовиты. Они не содержат никаких вредных веществ. А почему вы не изготавливаете настоящее лекарство, хотя могли бы? Вы не понимаете. Я сбежал, но я же не прекратил своих собственных исследований. Это зелье. По замыслу, оно должно создавать иммунитет к Маликору. Так значит, вы ставите на людях эксперименты? Это же не этично. Но у меня же нет выбора. Оно не причиняет вреда, уверяю вас. Если это зелье безвредно, почему вы сами не выпили его, когда я вам предложила? Я столько раз тестировал его на себе, что мой организм выработал защитную реакцию. Всего лишь маленький глоток этой смеси провоцирует такую сильную боль. Толпа бы рассверепела, уверяю вас. В обычных дозах зелье не опасно. Ваши методы не очень-то отличаются от методов ваших коллег. Я же не мучаю людей. А это зелье дает побочные эффекты только в больших дозах. Возможно, но вы обманываете людей. Мне придется закрыть вашу лавку. А как вы поступите со мной, миледи? И тут можно помочь ему покинуть город или арестовать его. Ну что? Я считаю, что он так же неправ, как и те, кто ставит эксперименты на людях в тюрьме. Извините, но я вам не доверяю. Я выдам вас доктору Сахину. Миледи, умоляю, пощадите меня. Я услышала достаточно, вы арестованы. Это несправедливо. Но нечего тут травить мирных жителей под видом лекарства, делая эксперименты на них. Так, можно сразу переместиться. Вот это хорошо. Вот это очень полезно. Ну, отлично, прямо сразу даже внутрь. Милорд, госпожа де Сарде. Я выследила человека, о котором вы говорили, возле казарма Монетной Стражи. Наконец-то вы схватили его. Скажем так, я положила конец его деятельности. Его репутация в сирене запятнана навсегда. Все оказалось немного сложнее, чем я думала. Он прячется в таверне Монетной Стражи. И почему вы его сами не арестовали? Вокруг здания собрались возмущенные люди. Они решили отомстить ему, когда его обман вскрылся. Я решила, что лучше избегать толпы, но, если желаете схватить его живым, я бы посоветовала вам поспешить. Наместник Бурхан будет рад узнать, что скоро на острове Тирфради появится столь же деятельная посланица. Спасибо за вашу помощь, ваша светлость. Примите этот скромный подарок в благодарность за ваше расследование. Мне нужно идти. До свидания, милорд. До встречи, госпожа Десарде. Нам выдали немного денег, и у нас повысилась репутация. Но все равно ее слишком мало, чтобы перешло в какую-то симпатию, да? Хорошо. Дальше нам нужно поговорить с послом Телемы. Площадь князей. И это тут где-то рядом совсем. Да, вот это здесь. Интерьер такой же. Им предоставили совершенно одинаковые помещения. И прямо на одной улице они находятся, противники. Добрый день, ваша светлость. Госпожа Десарде, чем обязан такой чести? Я хотела сообщить, что мы с моим кузеном Константином скоро отправляемся на Тир-Фроди. Ах, да. Я слышал разговоры о том, что вы оба получили новое назначение. Позвольте мне поздравить вас. Вас ведь назначили эмиссаром Содружества. Вы правы, ваша светлость. Благодарю вас. На вас возложены большие надежды, которые, я уверен, вы быстро оправдаете. Наша предстоятельница Корнелия будет счастлива познакомиться с вами и вашим кузеном. Жаль только, что ваш отъезд так внезапен. Правда? По правде говоря, я хотел попросить вас о помощи в одном очень деликатном деле. Расскажите поподробнее. Может быть, я успею заняться этим до отъезда. Хорошо. В Сирене укрылась небольшая группа опасных еретиков. Нам известно, что ваш дядюшка не запрещает въезжать в город такого рода людям. Но эти еретики представляют угрозу для всех истинных верующих. Если вы арестуете их и передадите в руки нашей страже, то окажете нам очень большую услугу. В Сирене ересь не считается преступлением, а это всем известно. Но мой дядя наверняка прислушается к вашим доводам. Почему же вы обращаетесь ко мне? Князь Арсей, конечно же, рассмотрит наше ходатайство. Но на это уйдет время, слишком много времени. По нашим сведениям, беглецы уже связались с перевозчиком и могут сбежать в любой момент. Ясно. Вы рассчитываете, что я успею принять миры раньше, чем они уедут во вражеский город. Если ваши еретики собрались плыть на корабле, и они, скорее всего, сейчас где-то в порту, я посмотрю, что можно сделать. И здесь тоже у него много разговоров, тоже о Телеме, об отношениях с Содружеством, об отношениях с Мостовым Альянсом и о том, что они делают на Тирфради. Но нам нужно идти. До свидания, ваша светлость. Да направит вас свет, Десарде. Пойдем в порт искать еретиков. Да, вот сюда. А Константина пойдем искать. В последнюю очередь нечего было затевать пьянки накануне отъезда. Мебель ломать в таверне. Где это мы? Здесь же можно пройти. Ну да. Так, во-первых, поговорим с Ваской. На нашем деликатном Деме. Делем. Мадам, не нашли своего кузена? Сами понимаете, без него мы никуда не поплывем. Не волнуйтесь, я отыщу и приведу его до прилива. А у вас уже все готово? Мой Йонга так и не появился. Придется нам отплыть без него. Спросить о еретиках? Давайте. Вы тут не видели никого подозрительного? Может быть, нелегальных пассажиров? Оглядитесь вокруг. Это порт. Здесь столько народу, что за всеми и не уследишь. Пока они не пытаются пробраться на мой корабль, мне до них нет никакого дела. Хотя мы недавно поймали одного контрабандиста. Контрабандиста? Это интересно. Может быть, он знает. И где он сейчас? В портовой тюрьме, около складов. А откуда вдруг такой интерес к контрабандистам и подозрительным личностям? Не рассказывать или рассказать? Расскажу. Двое еретиков собираются отбежать из Сирены. Посол Телема поручил мне найти и поймать их. Рад, что вы мне доверяете настолько, что не скрываете этого. Я слышал, как люди предстоятеля говорили об этой парочке. Они не особо-то скрываются. Они требовали, чтобы их пропустили на наши склады. Им, разумеется, было отказано. Туда пускают только нафтов. Простите, ваша светлость, эти беглецы явно где-то поблизости. Но вам не позволят арестовать их на нашей территории, по крайней мере официально. Что вы имеете в виду? Скрытность и находчивость бывают гораздо полезнее слов и титулов. Итак, нужно спросить контрабандиста, еретика. Хорошо, попросить помощи с товаром. Я хочу кое о чем вас попросить. Мы хотим погрузить на корабль кое какой товар. Это невозможно. Слишком поздно для этого. Все грузы нужно регистрировать в портовом управлении. Это занимает много времени. Надеюсь, вы не предлагаете мне провозить контрабанду. Нет, что вы. Речь всего лишь о нескольких ящиках. Что ж, с этим придется подождать. Следующий корабль в новую серену отправляется через месяц. Проклятье, если я не отправлю груз, сегодня же генерал с меня шкуру спустит. Капитан, я хорошо вас понимаю. Но может быть получится погрузить эти ящики на ваш корабль? Вряд ли, даже если я вам помогу, квартирмейстер точно вас поймает. Ему кажется, что какая-то банда хочет провести на моем корабле контрабанду на Тир Фради. Он выставил охрану у складов, куда доставляют все, что нужно погрузить в трюм. Все, что не успели принести туда и вписать в судовую декларацию, останется на причале. Простите, вашим ящикам придется подождать следующего корабля. Прости, Курт. Но мы пытались. Генерал мне голову оторвет. Он явно не случайно поручил мне такое невыполнимое задание. Но значит, нам придется самим подправить судовую декларацию. Она наверняка лежит в кабинете капитана Порта. Так, это мы уже вопросы все задавали. Мы скоро вернемся, капитан. Нужно поговорить с контрабандистом, о котором сказал этот моряк. Он капитан, Курт, как и ты. И чтобы допросить этого человека, нам нужно пробраться в тюрьму. Так, чтобы пробраться в тюрьму, нам нужно идти туда, либо пробиваться силой, что, конечно, нежелательно и будет влиять на репутацию, на ее ухудшение. Или же найти одежду и переодеться. Одежду. Нафтов, в смысле. Место тут отвратительное. Надеюсь, этот контрабандист хоть что-то знает. Пускать вещи. А здесь есть еще диалоги. Вот мы нашли бушлат матроса. Еще тут есть дневник контрабандиста. У меня два новых зайца. Хотят уехать в Альсад, пока их не поймали инквизиторы. Это усложняет работу. Думаю, я смогу незаметно провести их на корабль, но придется потрудиться. Надеюсь, им хватит терпения. Спрячу их пока на складе за портовым управлением. Туда-то инквизиторы в жизни не сунутся. Нашли дневник. А это кто? Здравствуйте. Мне сказали, что вы дружите с Джонасом, пропавшим Юнгой. Угу, вот про Юнгу. Ну да, а вы что, его ищете? Да, капитан поручил мне найти его. Рада, что он так серьезно к этому отнесся. И чем я могу помочь? Спросить, когда она его видела в последний раз. Когда вы его видели в последний раз? Два дня назад вечером мы с Джонасом и Лаурой вместе пили в таверне. Вы не заметили ничего необычного? Он был чем-то встревожен. Может быть, самую малость. Он выглядел задумчивым. И как вам кажется, почему? Честное слово, я понятия не имею. А чем занимался Джонас во время увольнений на сушу? Да так, болтался без дела. Юнгом платят вдвое меньше, чем матросом, так что не разгуляешься. По вечерам мы обычно сидели в таверне вместе с Лаурой. А он когда-нибудь напивался? Никогда. Он свою пинту тянет весь вечер. Словно это горькая микстура какая-то. У него есть знакомая в сирене? Никого, насколько я знаю. А может быть, кто-то решил ему отомстить? Да быть такого не может. Джонас большой добряк. Да и в неприятности он не лезет. У меня пока нет ни одной зацепки. А у вас? Нет. Лаура каждому встречному рассказывает, что парни умыкнули бандиты. А вы ему не верите? Лаура хороший парень, он мне как брат, но, по правде сказать, пьет он многовато. Такое со всяким бывает, но с ним чаще, чем с другими. Тем, кто пьет без продуху, всякая мерещится. Вот я вчера перебрала чуток, и мне показалось, что я слышу голос Джонаса над каналом. Ну, я его тоже позвала, но мне никто не ответил. От выпивки мутится рассудок. О капитане Васка? А что вы думаете о капитане Васка? Исключительный моряк и отличный командир. Он, хотя и молод, отлично знает свою работу. И сколько ему лет? Еще и 25 лет нет. С такими успехами он и в адмиралы выбьется. Я должна идти. Прощайте. Что тут есть? Еще кто-то ждет бесед. Приветствую, моряк. Мне сказали, что вы знали пропавшего Йонгу, и это правда? Это вы про Джонаса? Так как же мне не знать его? И я уже устал повторять. Не пропал он, его похитили. Вы видели, как мальчика похитили? Конечно. У меня в животе плескалась пара лишних пинт, но голова у меня была в полном порядке. Я видел, как с ним в таверне разговаривал какой-то богатый господин, окруженный головорезами. А когда мы с ним уходили, Флавия это еще раньше отчалила. Так вот, эти отморозки его и поджидали. Они подскочили, схватили его за руки и... Исчезли? Растворились? И почему вы не вмешались? Что вы, я пытался, поверьте. Но ноги меня подвели. С пьяной я споткнулся и... Улетел в канаву. Вы рассказывали об этом капитану? А зачем? Я же знаю, что моим словам нет веры. Даже Флавия обозвала меня пьяным дураком. А капитан... Нет. Ему я ничего не говорил. Я все-таки немного себя уважаю. Но вы понимаете. А Джонас был чем-то взволнован в тот день? Может быть. С ним точно что-то творилось. И не знаете, в чем было дело? Понятия не имею. И кому взбрело бы в голову похищать обычного Юнгу? Откуда мне знать? Джонас тихоня высовываться не любит. Вы, кажется, тоже мне не верите. Трудно представить себе шайку бандитов, которые надеются получить выкуп за Юнгу. А кто-нибудь кроме вас видел похищение? Ну там в таверне еще кто-то сидел, а вот на улице... Да, был там один мужик. Мы с ним иногда в картишки перекидываемся. Он из тех, кто сидит за игрой с утра до ночи, чтобы навык не терять. Но из-за стола все равно же надо вставать. Против природы ты не попрешь. Видно, как раз такой момент и был. Найти и допросить свидетелей. Спросите капитания. Что вы думаете о капитане Васка? Он справедливый человек, хорошо знает свое дело. Команда его уважает. Жаль только, что он мало улыбается. Все время его что-то печалит. Капитана есть какая-то тайна. Все это очень странно. Здесь явно что-то нечисто. Прям чувствую, нам нужно разобраться с этим. Так, хорошо. Куда пойдем? Наверное, сходим сначала. На склады нафтов. И вот там говорят, что мы идем на территорию других государств. Эта территория принадлежит другой фракции. Доступ сюда для вас закрыт, чтобы не вызывать подозрений. Наденьте куртку или керасу фракции. А также можно прокрасться незаметно. Но если вас обнаружат, ваша репутация ухудшится. Да, при обнаружении не только репутация ухудшается, но они и начинают драться. До смерти причем. Так что переодеваем. Вышла от матроса. И мы прям сразу стали вообще незаметно. Причем наш спутник может не переодеваться. Спрашивают, есть ли идея, как пробраться туда незамеченными. Давай обойдем здание. Может быть, где-нибудь найдем лазейку. Зачем? Мы пойдем на пролом. Мы же переоделись. Где нам искать эту декларацию? Я уже бывала у портовых властей. Вся документация у них наверху. Хорошо. Да, можно прям даже толкаться. Первый уровень взлома. Это надо переодеваться. Ага, здесь у нас как раз не получится взломать эти сундуки, потому что у нас нет взлома. Да, она наверх. И этот ящик у нас тоже? Да, закрыт. Что поделать? Так, интересно. А в этой керасе у нас есть в бушлате дырки? Да. Значит, нужно будет пойти и в этот бушлат матроса воткнуть. А для навыков взлома улучшения. Потому как сундуков тут... Вот еще бушлат матроса есть. Сундуков тут прилично. Да, вот это третий уже. А здесь у нас... Вот и судовая декларация. Сейчас добавим к списку наши ящики. Применяем. А вот какие-то ключи есть. Ну-ка. Ключ от тюрьмы. Угу. Но не от ящиков. Да? Так, изменения в судовую декларацию внесли. Ну-ка, проверю. Нет. Теперь он говорит, если оденешься в форму нафтов, спрячешь свои отметины, то нас, пожалуй, пропустят. Или можно предложить им выпить, моряки будут рады пропустить стаканчик. Понимаю, к чему ты клонишь. Несколько капель снотворного и путь свободен. Если найду нужные ингредиенты, я приготовлю. Это еще один способ, да, как проникнуть. Я видела, как люди бежали из тюрьмы, но вот люди, которые хотят пойпасть в тюрьму, это что-то новенькое. С ним уже все нельзя поговорить. Вот это как раз контрабандист. Но мы уже нашли записки. Или можно? Что можно? А, можно либо открыть, либо... Нет, я не буду его выпускать. Да, если не найти его записи, можно с ним поговорить. И пообещать ему отпустить его. Здравствуйте, чем могу помочь? Мы пришли сменить вас. Идите отдыхать. Наконец-то. Мы думали про нас, забыли. Но удачи вам тут. Путь свободен. Пора звать наших времени не так уж много. Сейчас позовем. Еще можно наверх сходить потом, да? Тут что? Монеты. Старый комзол. Так что, бежим быстренько. Это грузчики с нашей контрабандой, да? Капитан, миледи. Нам приказали ждать вас с товаром тут. Путь свободен, можете идти. Идите быстро и не шумите, у вас очень мало времени. Не беспокойтесь, одна нога здесь, другая там. Склад в конце улицы справа. Вы не пропустите. Живее, шире шаг. Так, мы пошли таким путем, поэтому, разумеется, другие все у нас будут провалены. Но ничего страшного в этом нет. Все все равно не получится сделать, поэтому либо так, либо так. И вот мы тоже грузмонитные стражи могли подмешать в снотворную выпивку. Но мы оделись в одежду и отправили их отдыхать. Так. А я хотела сделать улучшение в броню. Где это у нас должно быть? Где-то там, где торгуются. Туда ли я бегу? Нет, не туда. Вот здесь, а там. Все, лавочка прикрылась. Шарлатанская. Так, где она? Еще куда-то вот. Тихо-тихо, не тусись, так. Значит, я хочу сделать... Вышла от матрос. Улучшение, если смогу. Нет, это защита. Здесь, на плечнике, тоже защита. А вот сюда талисман. Он дает, что нам дает? Энергичность. Свиток нам дает. Нам чего-то не хватает. Что? Талисман дает энергичность. Свиток тоже энергичность. Чехол для флахонов дает науку. А с замком дает взлом. А что мне нужно? Обсидиан. Угу. Обсидиан. Это надо покупать. Ну, торговца можно купить, интересно. Так, тут нет. Где это может быть? Нет. Очищенная железа. Обсидиана нет. Поэтому нет, не получится сделать. Как жаль. Ха, теперь у него появился плащ. Ну, здорово. Куплю сейчас. Так, чего у него тут нет? Матрос или торговца? Купим торговца. А курт у нас плащ может носить, интересно. Да, тоже может. А нет, не может, несовместимо. Ладно. А есть у нас еще жерелье на здоровье. Да, есть. Есть деньги, еще одну куплю. Да. Для васка, который у нас будет потом в составе группы. Он тоже, по-моему, может носить только белое, а зеленое не может. А зеленые вот эти ожерелья, они будут продаваться везде. А белое, по-моему, только вот здесь, в сирене. И больше их никогда нигде не найти. Ну, значит, мы остались без открытия замков. Единственное, что, конечно, можно попробовать сейчас разобрать кирасу. И получить... Да, давайте попробуем. Кирасу курт разобрать. Вот. Если я ее вытащу... Переработать можно... А, ее вообще можно только переработать. Достать его нет, нельзя. Я сохранюсь и попробую сейчас. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... руда какая-нибудь шкура шкур и не да значит мы тогда не сможем лучше чего у нас нет шкур а потом будем улучшать а не куртом эту а дальше будут лучшие так отлично такие вот хитрости можно тут использовать культа мы переодеваем обратно а интересно это улучшение она дает только но дано какое-то сопротивление на так возвращаемся будем ломать замки сюда нам надо где это было вот здесь да в конторе капитана порта тут у нас что найти и допросить свидетелей отлично мы пока тут находимся это сразу здесь и сделаем это по поводу юнги так сначала поговорим с торговцем и уважаемые что вы вернулись может быть вам все таки налить я ищу нафта молодого юнгу который не был на перекличке уже два дня нафта говорите ну так себе примета они в мою таверну толпами ходят один из его товарищи сказал что его похитили отсюда похитили в моем заведении уже не серьезно сейчас я бы заметил это бред какой-то мне рассказали об одном из ваших завсегда тэф он кажется азартный игрок знаю его он ловкий мужик моряки которые с ним играют уходят с пустыми кошелями и где я могу его найти здесь он целыми днями на одном месте сидит что-нибудь еще ничего до свидания вот он ох беда с ним да вы кто я не узнаю должен тебе денег нет не бойтесь с деньгами это не связано я ищу одного нафта который исчез два дня назад на выходе из таверны это юнга с ним были еще два моряка а да что то припоминаю я играл со всеми тремя и что он этими глазами мог увидеть прям все белой пеленой заслано и что можете рассказать о юнге как он себя вел он нервничал как будто что-то его беспокоило он играл без настроения это точно наверное у него были причины нервничать раз потом он исчез расскажите что произошло в тот вечер пришел какой-то богатый торговец с бандой крепких ребят из тех кто можно кого можно нанять за пару монет но понимаете да они о чем-то поговорили с юнгой парень спорил с ними ерзал на месте а потом они ушли а дальше дальше я вышел воздухом подышать ну нужно было проветриться и тут увидел вроде бы как те самые люди схватили парня но и конечно я решила не вмешиваться я бы не сказал что они его похитили с ним обходились не слишком то грубо а кем был этот торговец по вашему брошенный любовник ростовщик нет девушка на ваше счастье я знаю этого человека это был господин фонтен богатый торговец и где я могу его найти у него дом в хорошем квартале недалеко от канала там в двух шагах телемское посольство спасибо вы нам очень помогли этот человек не может жить без азартных игр я бы не стал ему доверять а какой смысл ему лгать нам не знаю а какой смысл богатому торговцу держать в заперти паренька без гроша в кармане пойдем узнаем где это поблизости от телемского посольства это в какой стороне склад нет вот это здесь скоро уже мы узнаем что случилось с юнкой но пока давайте сделаем небольшой перерыв а к вам у меня большая просьба помогите пожалуйста росту этого канала для этого вы можете поставить лайк поделиться ссылкой на это видео в соц сетях снизу есть удобная кнопка поделиться пишите в комментариях интересно ли вам смотреть мое прохождение и если не интересно тоже пишите мне нужна ваша конструктивная критика подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик так вы будете получать оповещения о выходе новых видео прохождений этой и других интересных игр они будут уже очень скоро